Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем наш вебинар. Хотел бы представиться, меня зовут Михеев Илья, я являюсь начальником туристического информационного центра Вологодской области. Рад приветствовать всех тех, кому интересна Вологодская область, кому интересен отдых в нашем регионе и те новые возможности, которые область открывает для туристов за последнее время. Я хотел бы сказать, что мы в этой онлайн-выставке представлены единым стендом с нашими партнерами по проекту «Серебряное оживелье России», а именно с Республикой Коми. Мы хотели бы презентовать наш турпродукт совместно, потому что считаем, что это единый бренд, который мы успешно продвигаем в течение последних нескольких лет. Недавно был выпущен паспорт туриста «Серебряного оживелья России», который можно получить во всех туристко-информационных центрах 11 регионов Северо-Запада, поставить там печать о том, что вы посетили этот регион. Мы надеемся, что этот проект даст еще один толчок к развитию внутреннего туризма по Северо-Западу, и буквально в ближайшее время будет большое мероприятие, посвященное передаче символа столицы «Серебряного оживелья России» в селе Старая Ладога Ленинградской области. Туда мы вас также приглашаем. Несколько слов скажу о Вологодской области, о нашем турпотенциале, который, я думаю, хорошо вам знаком. Но, тем не менее, я позволю себе на некоторых моментах заострить ваше внимание. Итак, мы расположены в Северо-Западном федеральном округе. На слайде вы видите основные статистические данные о нашем регионе. Как вы видите, область находится в выгодном географическом положении относительно Москвы и Санкт-Петербурга. И основной турист, который приезжает в Вологду, это москвичи, жители Московской области, петербуржцы, жители Ленинградской области, а также наши соседи, Кировская область, Архангельская область, Республика Коми и другие регионы. Всего мы граничим с пятью регионами, поэтому отовсюду к нам. Это основной наш турпотенциал. В области расположено более 3,5 тысячи объектов культурного наследия, почти 200 особо природно охраняемых территорий. Те проекты, которыми знаменита Вологодщина, это прежде всего, если мы говорим о туризме, проект Великий Устик Родина Деда Мороза. И сегодня мы будем презентовать новые возможности, которые открывает Великий Устик для своих туристов. 18 ноября – большое событийное мероприятие, которое проводится уже в течение 10 лет, день рождения Деда Мороза. И проекту исполнилось 20 лет. В этом году запланирована масштабная программа новогодних мероприятий в Великом Устике. Об этом чуть позже расскажут мои коллеги. Музей Кружева, Кружева и Масла – это то, чем знаменита Вологда. У нас один из крупнейших в мире музеев, который расположен в Вологде. Думаю, что каждый, кто в Вологде бывал, его обязательно посещал. Кстати, именно в музее Кружева находится один из офисов Туристко-информационного центра. Поэтому, если вы приедете в музей, вы имеете возможность получить там консультацию по тем местам, которые еще можно посетить, получить бесплатно карты, путеводители и другие полезные вещи, которые предоставляет наш Туристко-информационный центр. Ну и на территории области расположен объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Это ансамбль Ферапонтового монастыря со знаменитыми фресками «Дионисия». Кто не был, мы с радостью приглашаем вас в объект круглогодичного доступа с хорошей транспортной инфраструктурой. Доступность у него круглогодична. Можно приезжать в любое время года. Общий турпоток в Вологодской области составил 3,1%. Здесь мы считаем как экскурсантов, так и тех, кто остановился более чем на 24 часа на территории области. Мы считаем, что у нас порядка 800 тысяч туристов и, соответственно, оставшаяся часть – это экскурсанты. И основные 8 центров, которые привлекают туристически привлекательных в нашем регионе, хотя, конечно, каждый район обладает своей спецификой, но мы здесь представили те, которые наиболее популярны у туристов на данный момент. Начнем, конечно, с города Вологды. Это областная столица, областной центр. Город Вологды динамично развивается, открываются новые объекты показа. Среди них музей Кружева. В 2010 году прошел первый фестиваль Кружева «Виталейс», и теперь каждые два года этот фестиваль с размахом проводится в Вологде. Вообще Вологда знаменита своими летними фестивалями. Это то время, когда сюда следует переезжать, помимо Дня города. Есть большое количество фестивалей, связанных с театрами, с музыкой. Каждый найдет для себя то, что ему по душе. Город Череповец, который в настоящее время все больше и больше уделяет внимание развитию индустриального туризма, что объяснимо в связи с тем, что именно в Череповце находится крупнейшее промышленное центро в нашей области. Череповецкий металлургический комбинат компании «Северсталь» и компания «ФосАгро», которая является одним из крупнейших в России производителем химических удобрений. Город Череповец открыл два суперсовременных музея. За последние годы это музей металлургической промышленности и музей, который связан именно с химической промышленностью. И постоянно обновляются экспозиции. Очень интересная программа для детей. Всех приглашаем в этот город посмотреть на нашу производственную славу. Город Великий Устью, родина Деда Мороза. Не буду здесь заострять на нем большое внимание. Коллеги расскажут чуть позже о тех программах, которые готовят Великий Устью для своих туристов в зимний сезон. Скажу только, что этот небольшой городок стабильно входит в топ-3 самых популярных малых городов для семейного отдыха у туристов в зимний период. Теперь расскажу несколько слов о Кириллове. Безусловно, Кирилло-Белозерский монастырь, крупнейший в европейской части России, привлекает огромное внимание. Но Кирилловская земля богата не только музеем Ферапонтово и Кирилло-Белозерским музеем-заповедником. Здесь также проходит ежегодно очень интересный фестиваль, связанный с исторической реконструкцией времен викингов, древнерусское поселение Сугория. Вообще, это комплекс, который круглогодично функционирует на причале Горицы. Туда можно приехать на теплоходе, и большая часть потока связана именно с теплоходным туризмом в летний период. Ну, а в остальное время это индивидуальные туристы, которые приезжают на автомобилях, это автобусные группы, которые там обязательно останавливаются, и очень увлекательные интерактивные программы проводятся для них в Сугорье. Белозерск знаменит тем, что это один из древнейших городов Руси, и, конечно, Белозерск на сегодня является, его потенциал в полной мере не раскрыт, потому что это город, который содержит в себе очень большое количество исторических памятников, там замечательная интерактивная программа в местном музее. Мы приглашаем группы, туроператоров формировать группы для того, чтобы раскрывать потенциал этого города. Действительно, там можно очень многое подчеркнуть из истории. Вот есть большой проект «Живые уроки для детей». Как раз именно поездки в Белозерск для этого проекта является одним из основных каналов обучения детей в памяти о своей земле, о наследии предков. Город Тотьма, который находится на пути в Великий Устюг из Вологды, он расположен в 200 километрах от Великого Устюга, и знаменит своими землепроходцами, мореплавателями. Как вы видите на фотографиях, прекрасные храмы есть в этом городе. Здесь тоже можно, здесь тоже есть что посмотреть. Обязательно, если едете в Великий Устюг, туристы здесь останавливаются и посещают эти памятники архитектуры и культуры. Теперь я несколько слов скажу о том, как будет проходить наш вебинар сегодня. Сейчас я передам слово Светлане Молодцовой. Она является исполнительным директором одного из крупнейших туроператоров, работающих по всей территории Вологодской области турклуба «Пилигрим». И Светлана расскажет о том, какие событийные мероприятия нас ожидают в этом году. В Вологде и на территории области. И расскажет о том, как можно работать с ее компанией для того, чтобы привозить сюда туристов, показывать им самое интересное в Вологодской области. А затем мы передадим слово Великому Устюгу, где, как я вам и обещал, представитель АО «Дед Мороз» Лариса Калинина расскажет нам о том, что же нас ожидает всех 18 ноября в день рождения Деда Мороза и на новогодние праздники. Светлана, передаю вам слово. Надеюсь, что меня слышно. Вас приветствует туристическая компания «Пилигрим» и стал директор Молодцова Светлана. Позвольте поблагодарить собравшуюся аудиторию за интерес к нашему региону и поподробнее познакомить вас с новогодними рождественскими программами, которые ожидают ваших туристов в нашем крае. Несколько слов о компании. Бренд «Пилигрим», Вологодский бренд «Пилигрим» возник в 2003 году и объединяет несколько организаций и объектов размещения, в числе которых многопрофильный туроператор туристической компании «Пилигрим», оператор и агент туристический клуб «Пилигрим», туристический офис в городе «Тотьма», «Тотьма Тур», который занимается приемом и обслуживанием в восточных районах области, в том числе и гостевой дом в «Тотьме», и ежегодно возникающий во время высокого сезона мобильный офис «Пилигрим» в городе Великий Устюг, который осуществляет комплексное обслуживание наших туристов в этой востребованной дестинации. Вологодская область, как мы считаем, является территорией ярких новогодних приключений. Исторически сложилось, что помимо традиционных круглогодичных туров зимнее туристическое направление тоже активно начало развиваться. Конечно, стартовало оно с возникновения проекта «Великий Устюг, Родина, Деда Мороза», но и другие наши территории обладают значительными природными и рекреационными объектами в той или иной степени, позволяющими развивать зимний отдых. Среди них, если мы взглянем с вами на карту, это территория Кирилловского района, которая встречает нас уникальными памятниками Кирилловский и Ферапунтов монастырь, там же наши русские витязи Сугории. Далее нас встречает город Белозерск, столица бывшего Белозерского княжества, богатая история и своими уникальными объектами, в том числе одним из двух уникальных музеев Белого озера. Если мы с вами двинемся на запад, то среди уникальных территорий это будет Сизма, этнографическая площадка, где можно познакомиться с историей русского славянского быта. Далее город Череповец, который от дворянского и городского быта до уникальных промышленных музеев знакомит с этим необычным городом. Ну и наша литературная столица, это и купеческая в том числе. Город Устюжно, ранее называлось Железнопольской, то есть история металлургии, история купечества и ярмарочного дела, ну и литературная история по мотивам Гоголевского ревизора и другие легенды в этом направлении. Если бросим взгляд на восток, то это уникальный город Тотьма, который нас приветствует историей русских колумбов, великих географических открытий и соль земли русской, то есть история соль варенья, различных этнографических программ и так далее. Ну и далее Великий Устюг, который ознаменован историческими, этнографическими, сказочными путешествиями, куда в общем-то в зимний период многие туристы стремятся. Ну и центром столицы нашего региона, в том числе и туристской, конечно, является город Вологда. Именно она встречает нас с периода 102 по 8 января Рождественской сказкой в Урде. Это целая программная история, которая позволяет в течение недели новогодних праздников познакомиться подробно с возможностями Вологда и окрестностей. Ну и начинается она, конечно, на знаменитой Кремлевской площади фольклорной программой, где активно участвуют гости нашего города в народных празднествах, которые связаны с этнографическими особенностями встречи Нового года и Рождества. Далее в этот период новогодние каникулы в Вологодском Кремле. Это уникальные выставки в этом году, это ювелирного и театрального искусства, многочисленные интерактивные программы и мастер-классы. Далее программа может быть интересна для тех, кого увлекают активные способы встречи Нового года. Это сказочное предвлечение в Кремлевском саду, где вас и ваших детей встретят забавы, игры и состязания с волшебными героями, и Большой новогодний костер. Ну и новогодние приключения в нашем уникальном музее кружева, новогодние приключения в кружевной стране, которая тоже погрузит в сказочные путешествия, связанные с народными промыслами. Ежегодно, традиционно, в этот период открывает свои двери историко-этнографический музей Семенкова. Это вблизи города Вологды, где в народном стиле можно погрузиться в празднество Рождества и Нового года, побывать на уникальных мастер-классах. Интересными программами в дворянском стиле встречает усадьба Бринчаниновых, нашего святителя Игнатия Бринчанинова, родовая усадьба, где свято сохраняются традиции и этой семьи, и дворянские традиции встречи Нового года и Рождества. Рождественская сказка в Вологде привлекает и вкусные рождественские программы в Вологодской слободе. Это выставка самоваров, новогодних игрушек, путешествия по лыжне Деда Мороза, мастер-классы по росписи рождественского пряника, приготовление блюд русской кухни с чаем и самоваром. Не секрет, что Дед Мороз имел свою резиденцию в Олимпийском Сочи. Так вот, этот памятник и место спортивных достижений перекочевало в 2014 году в город Вологда и является центром спортивных праздников и развлечений во время рождественской сказки в Вологде. Нельзя обойти вниманием и встречи Нового года, и новогодние праздники в уникальном месте. В центре есть так называемый сноупарк, горнолыжные трассы, парк динозавров. В этом году открывшийся аквапарк приглашает своих гостей провести каникулы в активных развлечениях и спортивных соревнованиях. Особое внимание надо уделить 7 января, когда на Кремлевской площади звучат колокольные звоны и откроется рождественская ярмарка и празднование святого православного Рождества, которое тоже привлекает достаточно много туристов именно в этот день на территории Вологодской области. Нельзя не упомянуть о том, что помимо рождественской недели, то, что проходит в Вологде, компания «Пелегрим» предлагает и свои направления, из которых гастрономический призм. Пакет этих программ называется «Лакомая Вологда», и у наших гостей будет возможность посетить тематические завтраки, обеды и ужины, интересные мастер-классы по изготовлению клюквы в сахаре и вологодской выпечке и дегустировать знаменитые вологодские продукты, в числе которых вологодское масло, молочная мясная продукция, настойки из северных ягод и многочисленные кондитерские изделия. Новинка этого сезона у нашей компании будет проведение международного конкурса хореографии имени Макса Александровича Миксера «Созвездие юных». Это наш зарубежный партнер предложил нам открыть такой конкурс. Надеемся, что он будет ежегодным и приглашаем вас принять участие. Посвящен он имени Макса Александровича Миксера. Это известный хореограф, который 20 лет своей жизни посвятил созданию хореографической школы именно в городе Вологде. И один из известных танцовщиков, Махфот Исабаев, считал его своим учителем. Даня этому человеку хотелось бы отдать именно в рамках этого конкурса. О всех наших новогодних программах, о сборных и групповых турах на территории Вологодской области и в отдельных городах Вологды, Тотьми, Великомустюге и других вы можете познакомиться на нашем сайте. Все условия, календарные даты путешествий там отражены. Нельзя не упомянуть о традиционных направлениях, которые именно в зимние каникулы мы предоставляем. Ну, Илья Валентинович уже говорила о Кирилла Сферопонтовом, не буду повторяться. Уникальное место, связанное с рождественскими праздниками. Прекрасные эстетические впечатления, которые туристы там получат. Я уже два слова говорила о городе Сизма, поселке, простите, пожалуйста, где в традиционно русском стиле вас встретят с хлебом с солью. Вы посетите храм Николая Чудотворца с подъемом на колокольную возможность попробовать себя звонарем. Посетите ряд музеев, которые расположены на территории этого самобытного села, ну и попробуйте обед из русской печи с местным пивом. Сугория, это вотчины наших русских витязей, князя его дружины, тоже предлагают уникальную программу, которая перемеживается со встречи Нового года в Славянском в стиле и стиле скандинавских народов, а именно викингов, тоже оставляет неискладимое впечатление. Особым нашим направлением, даже там мы имеем туристский офис, это уездный город Тотьма, который увлекает туристов разноплановым своим содержанием, среди которых интересные географические открытия, Тотьма в лицах Кривическом музее, который представлен великими путешественниками, в том числе нашими литературными гениями, среди которых, например, Николай Рубцов. Уникальные объекты, такие как Спасосу Морин монастырь, это вотчина Вологодского солеварения, два морских музея, дом музея Ивана Кускова, покорителя Русской Америки и основателя форта Росс в Калифорнии, и музей мореходов, который встретит своих туристов интерактивной программой «Экспедиция к галлиутским мастеровам и освоение дальних земель». В числе таких музеев, в череде, вернее, музеев Тотьмы, музей церковной старины, который представит коллекцию, в том числе и деревянной храмовой скульптуры, что достаточно редко на территории Русского Севера. Петровская школа – это художественная школа, которая предоставляет ряд мастер-классов, среди которых, например, Тотиевновский сувер, который турецы увезут на памяти о Тотьме. Площадка «Антресоль» – это интерактивная программа, которая полностью посвящена солеварению, где можно попробовать соль в разных ее ипостасях, в том числе и по рисункам. Ну и особое внимание – это мероприятие «Зимние в Тотьме» 10-12 января. Это Кубок мира, вернее, международная квест-гонка на собачьих упряжках «Русский Север», который собирает большое число участников и зрителей и оставляет незабываемые впечатления в зимний сезон. Ну, классическим нашим маршрутом является маршрут Вологда-Тотьмы «Великий Остюг». Вообще, круглогодичный маршрут называется от Вологодской стороны до Остя Северной Двины. То есть программу эту можно начать как с Вологды, так и с Великого Остюга и увидеть, получить яркие впечатления. Ну, по Остюгу мы работаем, два слова скажу, практически от индивидуальных туристов, от двух человек принимаем до торгов поездов, имеем свои блоки мест, осуществляем трансфер от всех железнодорожных станций Ядриха, Кутлосузловой и Южный, предлагаем весь спектр экскурсионных и развлекательных программ, предоставляем свидетельства о пребывании, ну и подарки от Деда Мороза Вологодской кондитерской фабрики. Сезон, как сказал Илья Валентинович, начинается с дня рождения Деда Мороза. В этом году нашим туристам мы предлагаем три новинки. Квест-игру в поисках Нового года, зачаевные сказки, встреча с волшебником за чашкой чая и игровая программа «Стрепня шоу». Это посещение кухни самого Деда Мороза, приготовление блюда и разные сюрпризы от Деда Мороза. Не могу не сказать несколько слов об инфраструктуре компании, которая позволяет вести качественный прием наших туристов. Мы обладаем малым транспортом собственным от 7 до 19 мест. Это позволяет удобно работать с малыми группами, с индивидуальными туристами. В городе Вологде мы имеем комфортабельный хостел, все номера с удобствами, размещение от 2 до 8 человек, большая лауч-зона, которая позволяет проводить разные корпоративные мероприятия. Кроме того, в инфраструктуру компании входит гостевой дом в городе Тотьме. Это как раз на пути от Вологды до Великого Устья, что позволяет посмотреть город Тотьму, насладиться ее красотами, на природе. Дом со всеми удобствами, баня, закрытая площадка для барбекю и многое другое. Мы дорожим нашими партнерами, нашими агентами и всегда рады новым клиентам. Несколько слов о преференциях, которые мы даем нашим партнерам. Среди них комиссия 20% на все сборные туры по Вологодской области, 20% на групповые туры в Великий Устьюк. Мы в этом году даем повышенную комиссию для групп по размещению в нашем хостеле в городе Вологда. 12% вместо 10%. Ну и приглашаем всех наших партнеров на бесплатное участие в рекламном туре по городу Вологда весной 2020 года. Надеюсь, что информацию, которую вы от меня получили, будет полезна. Ждем вас, рады вам и вашим клиентам. Примем вас с распостертыми объятиями и будем рады сотрудничать долгие годы. Благодарю за внимание. Всего доброго. Да, прошу прощения, я не включил звук. Спасибо большое, Светлане. Действительно, Вологодская область в настоящее время сделала акцент на развитие гастрономической тематики. Это мировой тренд, и мы в него включились. Вологда, Великий Устьюк и другие туристские дестинации предлагают путешественникам отведать блюда местной кухни. событий местно подстраиваются под туристов, которые путешествуют с гастрономическими целями. Надеемся, что новые фестивали, о которых упомянула Светлана, это Вологда-рождественская сказка и Вологда-совкурсен фестиваль, который пройдет летом 2020 года, они откроют новые возможности для туристов, которые хотят посмотреть что-то, но и попробовать местные продукты, местную кухню. Сейчас я хотел бы передать слово Великому Устьюгу, город, который уже на протяжении более чем 20 лет развивает большой глобальный международный проект Великий Устьюг Родины Деда Мороза. Я думаю, что в этом году обязательно будут интересные новинки. Какими они будут, мы узнаем у Ларисы Калининой, менеджера ООД «Дед Мороз». Лариса, передаю вам слово. Спасибо. Спасибо. Я рада приветствовать вас действительно из города Великий Устьюг. Представляю я акционерное общество Дед Мороз, туристическое предприятие, которое вот уже 20 лет работает в туристической индустрии и рассказывает и показывает нашим туристам, какой уникальный город Великий Устьюг и, конечно же, проект Великий Устьюг Родина Деда Мороза. Уже действительно мы все знаем о том, что данный проект у нас реализуется с 1998 года, и он является неким сказочным брендом не только нашего города, региона, но и, наверное, уже и всей России в целом. Несколько слов о нашем предприятии, которое точно так же является ровесником данного проекта и благодаря созданным акционерным обществом объектам проживания, объектам питания, экскурсионным программам позволяет сделать отдых для наших туристов более комфортным, более интересным, познавательным и так далее. Что касается туристических программ и экскурсионных туров, в новогодние праздники мы работаем круглый год, то есть Великий Устьюг Родина Деда Мороза это не только зимний период, это круглогодичное мероприятие, фестивали, но, естественно, самым пиком интереса, популярности является зимний период. И на сегодняшний день достаточно такими популярными и востребованными являются такие экскурсионные туры, как в гости к Дедушке Морозу с пребыванием два дня и одна ночь, или же очарование севера, в котором пребывание находится три дня и две ночи. Чем отличаются данные и чем интересны данные экскурсионные туры? Прежде всего, мы стараемся, не стараемся, а включены в данные программы обязательно посещение всех сказочных объектов Деда Мороза. Это прежде всего терем. Кстати, несмотря на то, что проекту уже более 20 лет, многие, особенно индивидуальные туристы, почему-то воспринимают, что приехать в гости к Дедушке Морозу это только встреча с ним и только посещение его сказочного терема. На самом же деле, в данные экскурсионные туры включена обязательно игровая программа по тропе сказок. Это почта, либо почтовое отделение Дедушки Мороза, где можно увидеть, из каких регионов и сколько писем ему приходит. Это обязательно объекты в городе. Это городская резиденция Деда Мороза, музей новогодней открытки и дом моды Деда Мороза. И хочу сказать, что обязательно при посещении данных объектов у нас проходят не только экскурсии, где туристы знакомятся со сказочными персонажами, со сказочными объектами, но и обязательно для них проводятся различные мастер-классы, либо интерактивные мероприятия. Экскурсионная программа, как правило, включает в себя это, как я уже сказала, экскурсии, но кроме всего прочего, интерактивные программы. Например, на почте Деда Мороза наши посетители учатся, как правильно написать письмо Деду Морозу. В Доме моды Деда Мороза обязательно проходит сказочное новогоднее дефиле с примеркой новогодних сказочных костюмов от Дедушки Мороза. Ну и, конечно же, всеми любимые мастер-классы по изготовлению различных сувениров. Это от сувениров, изготовленных народными, под руководством народных мастеров. Это роспись по бересте, это народный пояс. А в Доме моды, например, это волшебная пуговка, которая делается на счастье. То есть, побывав в сказочных объектах, в отчины, в городских объектах экскурсионного показа, наши туристы обязательно уносят с собой что-то на память. Кроме того, мы обязательно показываем вернее, наша задача показать, что Великий Устюг – это не только вотчина Дедушки Мороза, это не только ограничено расстояние и так далее. Мы хотим показать еще и всю красоту и разнообразие нашего Великого Устюга. И поэтому в экскурсионные туры мы обязательно включаем обзорную экскурсию по городу Великий Устюг, где идет знакомство с его богатой историей. Это посещение экскурсий или интерактивных мероприятий обязательно в нашем музее, которых достаточно много. Программа «Без коня и Русь, матушка пуста» с посещением деревни Барсуково, где проходят точно так же мастер-классы по запряганию лошадей и катания в санях. Большой популярностью пользуется игровая развлекательная программа «На пасеке Деда Мороза», где наши туристы могут поиграть в народные игры, где могут попить чай, угоститься теми угощениями, которые можно встретить только в нашем Великом Устюге. Всеми любимые шанишки, это вкусное варенье и, конечно же, чай из самовара. Хочу сказать, что помимо этих программ в новогодний период у нас самой популярной программой является однодневная программа «Сказка длиной в день». Здесь, когда у нас туристы прибывают с специальными туристическими поездами в город Великий Устюг. На сегодняшний день у нас поступили заявки уже из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Самара. И уже на сегодняшний день сформировано 15 специализированных туристических поездов. Всего в зимний период у нас будет принято 17 специализированных туристических поездов. Главная задача здесь у нас действительно это показать, всю красоту в отчине и обязательно встреча с Дедом Морозом. Уже сейчас, начиная с октября месяца, мы продолжаем реализацию такого комплексно-образовательно-экскурсионного тура для детей от 7 до 17 лет. Это узоры Деда Мороза, где мы обязательно показываем все народные промыслы, мастер-классы, которые можно встретить и которые идут и сохраняются у нас в нашем Великом Устюге. Это обязательно мастер-класс с посещением завода Северная Чернь и мастер-классы по изготовлению народных кукол и посещением наших музеев. Что касаемо объектов размещения, как я уже сказала, что Великий АО «Дед Мороз» это не только экскурсионная программа. Здесь мы обязательно просматриваем и предлагаем нашим туристам и размещение, как на территории самой Водчины, так и в городе Великий Устюг. Вы видите на экране объекты. Это 6 объектов размещения, гостиницы, коттеджи, где можно разместить до 360 человек. Точно так же и по объектам питания. Здесь мы предлагаем вкусные завтраки, обеды и ужины, естественно, в наших кафе и в наших столовых, где общее количество посадочных мест, до 600 человек. Что касается событийных туров, то здесь мы можем предложить, естественно, уже опять же, ставшие популярными и полюбившимися, такие туры, как «Новогодняя сказка», когда наши туристы заезжают в Водчину 31 декабря и по 2 января. Здесь в данном туре наши туристы вместе с Дедом Морозом, вместе с большим представлением в «Новогоднюю ночь» встречают Новый год именно в центре Водчины у Терема Деда Мороза. Рождественские встречи, программы тоже уже на сегодняшний день пользуются популярностью, уже идут заявки. Они мы принимаем гостей с 5 по 7 января. Здесь программа, помимо посещения Водчины, дополняется, естественно, различными мероприятиями, которые раскрывают вот этот рождественский праздник. Идет посещение наших городских музеев, ну и, соответственно, все мероприятия и мастер-классы направлены на изготовление каких-то рождественских игрушек, раскрытие данного праздника. Что касается событийных туров, то, конечно же, самое ближайшее и самое такое интересное, и что уже сейчас мы можем о чем говорить и приглашать, это день рождения Деда Мороза, который в этом году будет у нас приходить три волшебных дня с 16 по 18 ноября. 16 ноября, если более подробно говорить о нашей программе, 16 ноября этот день будет больше посвящен десятилетию филиала Московского зоопарка. Это большое праздничное событие, где Дед Мороз вместе с работниками зоопарка будут точно так же с радостью принимать гостей и приготовили для них большие мероприятия, большую программу. Весь день будут работать различные фото зоны, будет проходить квест-игра зоо-фото при выполнении заданий и фотографии, то есть здесь вы не только получите большое колоссальное удовольствие посещения зоопарка, но еще оставите многочисленные фотографии на память, ну и, конечно же, каждый же гость останется у нас с каким-либо подарком. Вы сможете под руководством специалистов сделать различные поделки своими руками, ну и, конечно же, уже традиционно в 12 часов на главной сцене Водчины будет проходить большое зоо-шоу, которое будет посвящено такому большому праздничному мероприятию, как день рождения филиала московского зоопарка. Мероприятие будет проходить на главной сцене Водчины. На второй день у нас уже приезжают в гости сказочные друзья, Дедушки Мороза со всей России. На сегодняшний день мы уже точно можем говорить, что в гости к имениннику приедут Снегурочка из Костромы, Толбабай из Удмуртии, это царь Беринде и Алёша Попович, Кышбабай, ну и другие гости, которых мы сейчас уже ожидаем, которые сейчас подтвердили своё участие. И хочу сказать о том, что в этом году они приедут не с пустыми руками, каждый сказочный герой привезёт свой волшебный атрибут из сказки и все, кто придут в гости к Дедушке Морозу в Водчину, смогут пообщаться лично со сказочниками, сделать с ним фото на память, ну и пройти различные квест-игры, которые они для них приготовили. Точно так же в сказочной Водчине в 12 часов пройдёт сказочно-большое театрализованное представление «Сказочный патруль тайны Деда Мороза», ну и можно будет, как я уже сказала, встретиться со сказочными друзьями, пообщаться с ними лично. Кроме того, все три дня с 16 по 18 ноября каждый из себя, каждый гость может попробовать и узнать, может пройти квест-игру и узнать, насколько же хорошо он знает сказки. пройдя сказочную сказочный квест, здесь каждый участник получает в Центре выдачи подарков специальный приз, который подтверждает о том, что данный гость был на дне рождения Деда Мороза и является знатоком наших волшебных сказок. Ну и самое большое и главное событие, как мы уже знаем, пройдёт 18 ноября в сам день рождения Дедушки Мороза. Здесь будет проходить 3D-сказка, то есть День Добрых Друзей, где опять же все, кто пожелает приехать и поздравить Деда Мороза, лично приедут в его вотчину пройти сквест, затем встретиться со сказочными персонажами на аллее сказок, но о большом сказочном и главном событии, реальном сказке, главном волшебном и праздничном шоу состоится в этом году с 16.30 до 17.30 и впервые шоу пройдет на обновленной площадке, это стадион Неводчины, и эта площадка превратится в большой центр притяжения сказок и откроет некий портал сказочный мир. После праздничного концерта, кстати, хочу сказать, что именно это шоу будет главным подарком гостям и всем участникам праздника, это зрелищно-мультимедийное и лазерное шоу с с участием всех сказочных друзей Деда Мороза. После праздничного шоу Дед Мороз вместе со своими сказочными гостями отправится в город Великий Устью, где будут по традиции зажжены огни на первой новогодней сказочной елке. Мы уже сейчас принимаем заявки, отвечаем на все вопросы и приглашаем всех приезжать и окунуться в мир сказки и волшебства. Контактная информация представлена на вашем слайде. Я бы хотела поблагодарить всех за интерес, за то, что проект Великий Устью Родина Деда Мороза у нас продолжает развиваться. И хочу сказать, что несмотря на то, что у нас многие программы являются традиционными, но тем не менее мы стараемся, чтобы у нас ежегодно наполняемость мастер-классов изменялась, игровых программ менялась, появляются новые сказочные герои, какие-то новые атрибуты. И благодаря этому туристы, которые приезжают к нам ежегодно, они каждый год находят для себя что-то новое и интересное. Ну и, конечно же, могу сказать, что в любой день в очереди вы можете увидеть много интересного и, посетив мастер-классы на кузнице Деда Мороза, столярной мастерской Деда Мороза, ну и своими руками изготовить сувенир себе на память, который будет хранить вот именно то волшебство и приятные воспоминания. Спасибо за внимание. Лариса, дорогие друзья, я хотел бы еще дополнить рассказ Ларисы тем, что когда вы путешествуете по Вологодской области, у вас есть уникальная возможность абсолютно бесплатно в мобильном приложении Easy Travel скачать несколько аудиогидов, которые мы разработали по трем ключевым маршрутам по нашему региону. Как раз один из этих маршрутов Вологда-Тотьма-Великий Устюг, направление, которое идет из Вологды и заканчивается на родине Деда Мороза. Все три маршрута доступны для бесплатного скачивания, повторяю, на мобильном приложении Easy Travel. Они были разработаны нами совместно с главным редактором журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной и содержат исчерпывающую информацию о местах показа на всем протяжении пути по этим трем маршрутам. Вообще хочу сказать, что наш туристский информационный центр активно занимается продвижением Вологодской области. Мы постоянно участники всех крупнейших выставок по туризму международных, которые проходят в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому если вы также участвуете в этих выставках, мы приглашаем вас посетить наш стенд. Мы всегда там присутствуем, всегда раздаем полиграфию, проводим мастер-классы, у нас всегда интересно, всегда есть какие-то розыгрыши, интерактивные программы. В целом хочу сказать, что много сейчас внимания нами уделяется созданию комфортной туристской среды. Мы ставим инфостенды, ставим знаки туристской навигации. Уже более 53 знаков турнавигации и более 38 инфостендов установлено в нашем регионе за последние три года. И эта работа продолжается, поэтому сейчас путешествовать по региону на самом деле очень комфортно. Хочу еще также сказать о нашем сотрудничестве с, наверное, одним из лучших придорожных сервисов кафе «Баранка», которые расположены на АЗС компании «Лукойл». Их сейчас, если мне память не изменяет, семь штук. Две из них расположены за пределами нашего региона, остальные пять на территории Вологодской области. И приехав в это кафе, вы можете не только замечательно перекусить и отдохнуть, но и получить информацию о объектах туристического показа Вологодской области. Там установлены стойки с нашей полиграфической продукцией, которую мы выпускаем. Это карты, путеводители, различные тематические буклеты, например, буклет «Сельский туризм», который вышел у нас буквально недавно, буквально два месяца назад. Вологодская область это не только культурно-познавательный, но это и экотуризм, это отдых в сельской местности. Кстати, сейчас National Geographic Traveller проводит голосование по различным номинациям National Geographic Award, и если у вас будет время, мы призываем вас также проголосовать. Вологодская область выставлена в номинации «Лучшее направление для экотуризма». Будем вам благодарны за ваши голоса. Ну и у нас еще остается немного времени, я хотел бы его использовать для того, чтобы рассказать о той работе, которую мы делаем в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Действительно, проект с 2015 года активно развивается, усилия, которые прилагаются к его развитию, это совместные усилия всех 11 субъектов северо-запада. Мы благодарны всем нашим коллегам за активное участие в этом проекте. Вологодская область является его координатором, и на нас лежит ответственность за его продвижение и дальнейшую судьбу. И совместно с оставшимися 10 регионами мы, как я уже сказал в начале нашего вебинара, мы выпустили паспорт туриста серебряного ожерелья России. Я хочу вам его показать. Это вот такое вот издание, которое рассказывает об основных объектах показа на территории ожерелья, а это территория всего северо-западного округа. Рассказывает о тех местах, где можно вкусно покушать, хорошо отдохнуть, провести ночь. Рассказывает о том, как добраться до того или иного объекта. Также содержит в себе информацию о таких маст-визит объектах, которые есть в каждом регионе, самые-самые изюминки каждого региона. Да, у нас параллельно работает чат. Друзья, пишите вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. У меня коллега Наталья параллельно будет это делать в чате. Паспорт доступен для получения, как я уже сказал, во всех туристко-информационных центрах северо-запада. И самое интересное, что помимо чисто информационного, чисто информационной составляющей, он в себе имеет такую интерактивную составляющую. Мы объявили конкурс на то, кто первым объедет весь северо-запад. И в каждом туристко-информационном центре 11 регионов вы имеете возможность поставить печать в этом паспорте. У нас она выглядит вот так вот, если видно, такая красная птичка вологодская. и у каждого региона она своя. Я знаю, что очень красивая печать у Коми, у Новгородской области и у всех остальных регионов тоже они содержат в тебе какую-то уникальную черту, которая связана с этим регионом. Мы обязательно наградим тех, кто первым проедет все 11 регионов, поставит все 11 печатей. Сделаем из этого красивое медийное событие, пригласим прессу и думаю, что это станет еще одним стимулом для развития путешествий по России. Действительно, у нас на территории северо-запада порой нераскрытый туристский потенциал остается еще не открытым даже для россиян. Мы хотим, чтобы наши граждане путешествовали больше по своей стране, больше узнавали о ней, но, конечно, сегодня жизнь диктует необходимость соблюдения тех международных стандартов в отрасли, которые уже приняты, и наш туристский информационный центр старается делать все для того, чтобы на территории Вологодской области эти стандарты были даже выше мировых. Я уже сказал о тех направлениях, которые мы проводим, но на самом деле работает гораздо больше. Мы, конечно, сами работаем с туристами напрямую, мы непосредственно рекомендуем им те или иные направления, сопровождаем группы, поэтому опыт у нас в этом плане большой, и надеюсь, что в дальнейшем нам удастся сделать в Вологодскую область территории комфортного пребывания для туристов, в какую бы точку области турист не ехал. Вот, к сожалению, у нас по-прежнему остаются те места, мы их называем такие белые пятна на карте области, которые туристы хотели бы посетить, но в связи с недостаточной развитостью туристской инфраструктуры туда попасть очень сложно. Порой туда нет даже элементарных дорог, а уж о каких-то гостиницах, местах питания в этих удаленных объектах говорить не приходится. Вот наша задача сделать так, чтобы эти объекты также стали доступны для широкой аудитории, чтобы турист, если его заинтересуют эти объекты, ну, я говорю, например, о таких уникальных вещах, как исчезающие озера Шимозелья, исчезающая река Ужла, вы можете погуглить, посмотреть, что это за достопримечательности, у нас их на самом деле большое количество, наша задача сделать так, чтобы они были доступны. Дорогие друзья, если есть еще какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Что касается сотрудничества с другими регионами, вот есть вопросы по югу России, вы знаете, проект Серебряное ожерелье изначально был задуман как проект, объединяющий регионы северо-запада, мы с удовольствием сотрудничаем со всеми регионами в России, но если говорить именно о проекте Серебряное ожерелье, он связан и его вся стилистика проекта связана с севером, северо-западом. Я знаю, что в том числе и в южных наших регионах есть свои собственные проекты, надеюсь, что они также получат глобальное звучание. Я думаю, что это то направление, которое позволит привлечь иностранцев на нашу территорию, потому что зачастую им сложно хватить все 85 субъектов. Они знают Москву, Санкт-Петербург, а дальше для них такие открытые области, но благодаря этим проектам, объединяющим несколько субъектов, им можно очень успешно представить какую-то территорию в комплексе. В этой связи я думаю, что у этих проектов хорошее будущее. Если есть еще какие-то вопросы, буду рад на них ответить. Сейчас, наверное, на данный момент у нас все. Мы открыты для сотрудничества. Контакты тех коллег, которые сегодня выступали у вас на экране, контакты нашего туристко-информационного центра также были на экране, и вы всегда можете нам написать на инфо собачка Вологды Туринфо. Это основной наш портал о туризме Вологодской области. Достаточно набрать туризм Вологодской области, и он выскочит у вас одним из первых в строке поиска. На него перейти, и с него уже можно написать через онлайн-консультант напрямую, сразу же, мы в онлайн-режиме готовы ответить на любые ваши вопросы. Спасибо всем большое за внимание, желаю вам плодотворного дня рабочего, и до встречи на новых совместных наших мероприятиях. Будем надеяться, что внутренний туризм в России будет активно развиваться, и мы будем этому максимально содействовать. Всего вам доброго. до встречи